Мы продолжаем выпуск. Жители частного сектора по улице Карбышева сегодня остались без холодной воды. Ночью в одном из колодцев вода начала бить ключом, а к утру частный сектор превратился в каток. Жильцы одного дома около часа не могли попасть внутрь. Подробности в сюжете Екатерина Комиссаровой. Ксения Шевченко во время порыва находилась дома. А вот ее мама не сразу смогла попасть внутрь. Вода прямо оттуда выходила, вот с этого колодца. Прямо во двор текла к нам. И вот прям посюда была вода. Вот нас просили, люди приезжали, выкачивали со двораном воду. Ночью сотрудники Кустанай-Су перекрыть воду не смогли. Как и не объясняют, водопровод при отключении воды из-за морозов мог замерзнуть. Поэтому до самого утра техника откачивала воду. А уже утром начали выяснять причину, из-за чего и случился потоп. Ночью вылез порыв здесь на трехсотке, на чугунке. Ночью установили антижанец, чтобы не топили дворы. А сегодня бригада утром сюда выехала и уже перекрылись. На данный момент разбираемся, какой порыв в колодце или за колодцем. На данный момент определились за колодцем. Сейчас на данный момент согласование, распиловка и будем копать. Подать воду местным жителям обещали поздно вечером. Дярих Мечин, Екатерина Комиссарова, РТН. Один из победителей областного конкурса «Лучший меценат» в сфере образования живет в Тарановском районе и руководит товариществом «Викторовское». Имя Ивана Кулика жителям сел Береговое и Нагорное известно хорошо. Это предприниматель, который старается вникнуть во все проблемы местного сообщества. И многие из них, благодаря помощи Кулика, удалось решить. Товарищество «Викторовское» – одно из передовых предприятий не только Тарановского района, но и всей области. Работает оно по таким направлениям, как растеневодство и животноводство. Идет сбыт зерна, мяса и молока. Три года назад запустили полностью молочную дойку, новую поставили. Здесь новое германское оборудование стоит. В этом году мы сделали на летней дельной площадке опять новое молочное оборудование, новые станки. То есть все сделали для того, чтобы получать больше продукции. Производственные участки товарищества расположены в двух селах района – Береговое и Нагорное. Социальные, хозяйственные и прочие вопросы сельчан решаются при непосредственном участии руководителя ТО Ивана Кулика. К примеру, в октябре 2017 года во врачебную амбулаторию была приобретена машина скорой помощи. Не остается без внимания и образования. В настоящее время в школе села Береговое обучается 187 детей. Благодаря Викторовскому питание в столовой для всех бесплатное. Можно сказать слова благодарности ТО Викторовска, потому что поддерживает. Вот уже в течение 15 лет у нас организовано бесплатное буфетное питание с учащимися. Питаются абсолютно все и воспитанники КПП, и все учащиеся школы. В медпункте села Нагорное всегда не хватало медсестер. Ануза Миром Галиева с семьей переехала сюда из Аркалыка по приглашению Ивана Кулика, который не просто позвал специалиста работать на селе, но и обеспечил всем необходимым. А главное – жильем. Мы только слышали, что там дают жилье, обеспечивают, первоначально дают помощь. Мы это все как-то слышали. И да, действительно, оказывается, помогает молодым семьям, молодым специалистам. Своё внимание к людям и социальной сфере района объясняет просто. Социальная помощь, они же неотделимы от нас, от производства. У нас же неотделённые. Мы же живём в селе, и всё вместе, и дорога вместе, и школа вместе, и всё вместе. И водопровод, и котельная, и уголь, и всё это вместе. Так что я считаю, что это всё вместе. Валерия Зиновьева, РТН, Тарановский район. При содействии телекомпании «Акцент». Девушки рулят. В Кустанае во второй раз прошёл автопробег. В нём приняли участие больше 20 представителей с прекрасного пола. Главное условие – не соревнование в скорости, а в креативном оформлении своего железного коня. Динара Абдирова побывала на автопробеге. Анна Захарченко водительское удостоверение получила 22 года. Но водить машину научилась гораздо раньше. Первым её инструктором и советником был отец. Как говорит Анна, детская любовь к машинам переросла в нечто большее. И сейчас автопеде трудится в такси. Работа душевная делится она. Особенно очень часто можно попасть в неловкие и смешные ситуации. Как-то было, что везла клиентку, она сидела сзади, очень тихо. Ну и я ехала мимо базы. А надо было её довезти чуть дальше, чем база. И получается я вместо того, чтобы завернуть на заправку, куда надо было клиентку утром отвезти, я поехала на базу и начала раскладывать заднее сидение. Она меня сзади спрашивает, а мы уже приехали. Ну и я сильно испугалась. И поняла, что я клиента-то не довезла. Немало историй и у других хозяев железного коня. Многие в автопробеге участвуют не первый раз. Сегодня здесь красиво выглядели не только дамы, но и их машины. Представительницы слабого пола вышли на старт, чтобы показать, насколько они умело могут управлять авто. Сегодня в автозабеге будет участвовать 21 автолюбительность. И они, как отмечают организаторы, будут соревноваться не в скорости, а в оформлении. Кстати, в этом году для них снизили возрастные ограничения. Теперь каждая девушка, которая есть 21, может участвовать в таких конкурсах. Стартовали девушки из парковки парка Победы. Далее авто двигались по маршруту по улице Победы, Бородината, Уильсисдек, Алтенсарина, Гоголя, Абая. А финиш был намечен на территории торгового центра Астыкжан. На протяжении всего автопробега водители сопровождали полицейские, потому что участницы должны строго соблюдать правила дорожного движения. В том году мы этот автопробег проводили 4 марта, и было принято решение в этом году его повторить, так как в том году он очень прошел хорошо, девушкам понравилось. Сегодня то, что машин больше, это доказывает то, что это очень интересная акция. В Казахстане аналогов этой акции нет. По итогам автопробега гран-при завоевала Екатерина Кожевина на ладе Калина. К оформлению своего железного коня девушка подошла креативно. Интересно и то, что сам наряд Екатерины был в таком же стиле. К слову, автопробег был посвящен Международному женскому дню. Монорбеку, Сколов, Динара Абдирова, РТН. Синоптики приобреждают водителей о предстоящем гололеде. Прогноз погоды на ближайшие дни озвучили в Кустанайском КАЗ-Гидромете. В воскресенье в Кустанайской области погода будет без осадков. Температура ночью ожидается минус 20-25, днем минус 5-10 градусов по Цельсию. С понедельника регион окажется под влиянием Атлантического циклона. 5 марта днем ожидается местами снег, метель, гололед. Ветер до 15-20 метров в секунду. Температура ночью будет минус 20-25, днем 0-5, местами минус 8 градусов. По словам синоптиков, в Кустанай погода будет в этих же пределах. Это все на сегодня. До свидания.